Привет, кто следит за нами в инстаграме и в принципе на основном канале уже даже собака засветилась. В общем, нет смысла больше тянуть. Кажется, надо признать, что мы завели домашние животные. И это несмотря на то, что у меня в списке тем, в списке видео, которые я хочу снять, есть видео, почему домашние животные не для нас, почему мы никогда не заведем домашние животные. Там прям написан сценарий, есть куча пунктов, почему мы не будем заводить домашние животные. И тем не менее, вот Эми с нами, как так получилось, что вообще происходит, какого фига, я расскажу вкратце, наверное, здесь. Но я очень не хочу превращать этот канал в маленькой милой собачки, потому что я понимаю, что люди подписывались не на это. И несмотря на то, что это семейный канал, все-таки слишком много внимания уделять животным здесь, по крайней мере, я не планирую. Естественно, она будет светиться во всяких влогах, но я думаю, что мы заведем ей отдельный канал, где будут разные, я думаю, что, скорее всего, довольно короткие видео в стиле влогов и в стиле таких тематических, в стиле, сколько раз я сказала в стиле, что-нибудь про то, является ли собака сублимацией, как собака ладит с детьми, что собака ест, куда она ходит в туалет. Ну, то есть, вот какие-то такие небольшие темы я буду стараться освещать и параллельно снимать какие-то влоговые моменты. Я совершенно не планирую развивать этот канал как-то там коммерчески, я не думаю, что он когда-нибудь дойдет до монетизации, хотя, в принципе, я смотрю, что на YouTube довольно много каналов, которые посвящены какому-то конкретному животному, в стиле там «Моя кошка Муся», и там достаточно большое количество подписчиков, там больше и 10 тысяч бывает, и больше. Ну, в общем, если канал еще англоязычный, то там прям вообще может быть толпа народа. В общем, тем не менее, я скорее хочу завести этот канал не потому, что мне заняться нечем, у меня мало двух каналов, я мечтаю менеджить третий, а потому что дети давно просили что-нибудь такое, на чем они могут экспериментировать, и я думаю, что я им помогу попробовать себя в качестве видеоблогеров. Ну, в общем, короче, я уверен, что там будут видео, наверное, пониже качеством, чем на других каналах, и в плане контента, и, может быть, в плане картинки. Не знаю, посмотрим. В общем, к чему это я все веду? К тому, что если вы прям любитель животных, и вам нравятся вот такие няшечки, как и мне сейчас, то я оставлю ссылку внизу, мы заведем отдельный канал, и я туда буду выкладывать видео. Не факт, что суперрегулярно, но посмотрим. Эми. Как так все-таки получилось, что мы завели собаку? Тут тоже, конечно, все в кучу и в кашу. Я еще до сих пор не домонтировала до конца видео о нашем путешествии, и в самом конце нашего путешествия, которое продлилось больше месяца, где мы ездили там по Хорватии, Черногории, Австрии и прочим странам. Наши друзья, которые сейчас живут в Амстердаме, а раньше жили в Черногории, они попросили нас привезти им их собаку, которую они оставили в Черногории. Что делаете? Ничего страшного. Кира освоилась, мне кажется, уже почти совсем, я вот только дышит тяжело, а Грызман ничего такой. Выбрал себе сегодня новую хозяйку. Кира, лучший друг теперь. Что? И мы ехали с этой собакой. Это была собака породы Чихуахуа, вот такой же породы. Причем Чихуахуа, они, кажется, называются только в России. Тут все говорят Чивава. И мы очень прониклись, нам понравилось, мы прекрасно провели время с этой собакой, несмотря на то, что мы все практически время ехали, мы были в дороге. Ну, то есть, да, мы останавливались там на ночлеге, мы выходили с ней погулять. И пес вел себя настолько мило, как-то, ну, в общем, нам, нет, не было такого, что нам было жалко его отдавать, мы хотели его оставить себе. Нет, конечно, я прекрасно с самого начала знала, что это не наша собака, и детям тоже так говорилось, что вот мы просто его подвозим. Но прошло немного времени, и мы поняли, что, в общем, мы как-то скучаем, и, наверное, мы сейчас не против, чтобы с нами жило вот такое вот прекрасное существо. Люблю ли я собак в принципе и домашних животных? Честно говоря, это вот как любите ли вы детей, в целом я, например, детей не люблю, то есть, ну, чужие дети у меня не вызывают никаких там приливов окситоцина и дикой мимишности. Точно так же, как и, наверное, животные, кроме, может быть, ну, знаете, там, каких-нибудь маленьких котяток, щеняток, вот это еще ничего. Но, допустим, там, большие собаки или взрослые кошки у меня не вызывают ничего, кроме мысли о том, что, о, господи, за ними же там, не знаю, надо убирать, вычищать шерсть, гулять и так далее. Вот, но при этом своих детей я, естественно, люблю, и вот сейчас Эмми уже тоже покорила мое сердце, конечно. Мне кажется, что, по крайней мере, такие именно маленькие милые собачки, они просто смогут растопить какое угодно черство и ледяное сердце, даже такое, как у меня. Считаю ли я, что вообще там домашние животные – это прям обязательный мимимий, в каждой семье должно быть домашнее животное? Вообще нет. Мы довольно долго жили без домашних животных, до этого долго жили с кошкой. У меня была кошка, которая прожила 18 лет, и при этом у нее был совершенно сволочной характер, она, в общем, никого, кроме себя, кажется, не любила, и я не получала от нее, честно говоря, каких-то вот таких нежных каких-то у меня чувств к ней не было, ну просто потому что она тоже ко мне никаких чувств не проявляла, мы с ней жили довольно параллельно и мало пересекались. То есть да, я ее, естественно, там кормила, заботилась о ней, она иногда приходила ночью и ложилась, спала у меня в ногах, но какого-то вот такого около человеческого такого взаимодействия, дружбы, там любви какой-то или детско-родительских отношений у нас не было. А с Эмечкой, Эмечка, ты слышишь, как я тебя называю? Это ужасно, конечно, у человека, мне кажется, приедет щеночка хокотяток, тут же вообще падает интеллект напрочь, он начинает говорить, что что-то в стиле мими-ми-сю-сю-му-сю, уйти моя лапочка и все такое. В общем, с Эмми пока, по крайней мере, у меня совершенно другие отношения, потому что она активно проявляет свою привязанность, активно вообще демонстрирует, как ей нужно... Ты мой сладкий, как ей нужно мое общество, она очень без меня скучает, она, ну в общем, это та собака, которая готова просто тебя залезать до смерти и сидеть в тебя на руках бесконечно, ну в общем, это совсем другое, чем кошка. При этом я, в принципе, всю жизнь, наверное, считала, что я больше люблю кошек, чем собак. Наверное, в целом так оно и есть, просто до этого у меня была кошка похожая чем-то на собаку повадками, а сейчас у меня собака похожая, по крайней мере, размером на кошку. И в плане ухода то, что с ней не обязательно гулять на улице, это тоже, конечно, как-то их объединяет. Почему я раньше не заводила собаку и когда-то выбрала кошку, а не собаку все-таки, там много лет назад, именно потому что я не готова была вписаться в какие-то вот эти ежедневные прогулки обязательные по несколько раз в день. Ну, в общем, я, наверное, могу себе пообещать, не знаю, там каждый день заниматься спортом, но каждый день на протяжении, там, почти 20 лет, несколько раз в день гулять в любую погоду. Нет, я на такое не могу подписаться, это для меня слишком сложно. Это немножко излишнее проявление любви. Именно ты можешь меня облизывать, но не в рот, пожалуйста. Да, какие-то более детальные такие разборы, почему именно сейчас мы решили завести такую собаку, почему, вернее, почему именно сейчас мы решили завести собаку, почему именно такую породу, как она ладит с детьми, что там со всякой едой и так далее. Я все-таки, да, буду, наверное, снимать отдельно. Мне кажется, что если я сейчас спущусь во все эти подробности, ну, просто половина людей выключит видео, да и вообще, мне кажется, надо уже закругляться и переставать тут вещать. В общем, вкратце, что вам надо знать тем, кто, наверное, интересуется нашей семьей, тем, кто интересуется собаками, опять же, второй канал, вернее, третий канал. А основные сведения – это собака Чихуахуа, зовут ее Эми, это мы дали ей такое имя. У нее есть еще другое имя по паспорту, мы ее купили уже чипированную с паспортом, с прививками. Возраст у нее 5, уже с половиной месяцев. Растут они, ну, максимум, вроде месяцев до 9. В некоторых источниках написано, некоторые пишут, что и раньше они перестают расти, то есть сильно больше она не будет. Чем, причем, дальше, тем щенок растет медленнее. И вот она будет такая малышка, сейчас она весит 1,7 кг. Сколько она будет весить, когда вырастет? Совсем, ну, смотря, как она будет есть. Но, скорее всего, ну, то есть почти гарантировано, что 3 кг она вообще никогда не перевалит, потому что это типа мини-Чихуахуа, хотя нету таких, вроде, делений официальных, что там стандарт, мини, какие-то, в общем, вроде между собой люди так как-то называют. Но по стандарту породы они должны быть, кажется, от 1,5 до 3 кг. И, ну, вот Эмичка, кажется, такая и будет. Какой у нее характер, что вообще было в первые дни, как мы пытаемся сосуществовать, при том, что я люблю порядок, а Эмми любит немножко все громить. В общем, про это, я думаю, мы будем снимать по ходу дела. Про всякие Zero Waste, про все, про все будут отдельные видео. Мне кажется, что до этого я точно уже буду закругляться, и так слишком много информации для людей, которые не заинтересованы в животных.